На автодроме только лучший из лучших. Каждый представитель команды прошел жесточайший отбор в своем регионе, чтобы теперь отстаивать честь родного города. На автодроме больше 200 человек. Это и представители команд, и судьи, и руководители. Всего в чемпионате России по полицейскому автомобильному многоборью участвует больше 70 команд. С каждым годом растет профессиональный уровень участников чемпионата, который показывает высочайшие результаты, радует болельщиков динамичным и интересным зрелищем. В ходе спортивной борьбы они получают возможность реально оценить свои служебные навыки и поставить новые цели для профессионального роста. Поздравляю вас всех с открытием чемпионата и от всей души желаю успеха в честной спортивной борьбе. Первый чемпионат прошел в Татарстане в 2011 году. И с тех пор площадка для проведения мероприятия постоянно менялась. Санкт-Петербург, Владимир, Москва, Казань. Теперь участников принимает Рязань. Вместе с этим изменился и сам уровень проведения чемпионата. В Министерстве внутренних дел спорт уделяется большое внимание. И, конечно же, уделяется большое внимание таким видом спорта, имеющим прикладную направленность. И тому подтверждение. Ежегодно в данном чемпионате принимает участие практически вся Россия. Около 70 субъектов Российской Федерации. Хочу вас сообщить, что в следующем году этот чемпионат будет мастерским. То есть сотрудники, занявшие призовые места, будут получать мастера спорта по служебному многоборию. Перед открытием соревнований торжественно подняли флаг Российской Федерации. А после, по старой русской традиции, угостили гостей хлебом и солью. После официальной части все команды приступили к соревнованиям. Пройдут они в три этапа. Первый день – это экзамен на знание ПДД. Инспекторы сядут за компьютеры, на которых будет один билет на знание правил дорожного движения. Это ничем не отличается от обычного экзамена на водительские права. Правда, ответственность куда больше. Весь день 22 августа будет посвящен именно теоретической части. А также любой желающий сможет сделать тренировочный заезд по Рязанскому автодрому. Машины у всех одинаковые. Это «Лада Приора». Сейчас за рулем Андрей из команды Краснодара. Он проходит «Змейку», параллельную парковку, а также гараж. Скорость у автомобиля большая, и мужчина творит настоящие чудеса на виражах. Задача здесь – показать лучшее время и набрать как можно больше баллов за все элементы на автодроме. На тренировочном заезде Андрей справился на ура. Сказать, что один этап здесь сложнее другого нельзя. Каждый из них тестирует определенные навыки конкурсантов. Однако представители нескольких команд рассказали, что к автодрому они готовились куда основательнее. Команда к этим соревнованиям подошла более тщательно, нежели в другой раз, когда ранее мы также участвовали в данных мероприятиях. То есть есть регламент, который непосредственно регламентирует все размеры городка и так далее. То есть мы в своем регионе это выставляли, то есть нашли специализированную площадку, которая более-менее отвечает неким требованиям, чтобы выставить все вот эти вот фигуры. Все траектории были нами изучены и, думаю, подготовились, чтобы выступить достойно. Сергей Григорьев рассказал, что раньше команде удавалось войти только в десятку лучших. В планах попасть в тройку. Тренировались они, как и другие команды, по вечерам после работы. Оттачивали знания ПДД и ездили по автодрому. После работы в основном освободили маленькое отнесение службы с обеда. Занимались ПДД, бегали, в тирах у себя стреляли. Ну и в вождении оттачивали навыки. Лучший результат команды из республики Саха – Якутия. Это седьмое место. Сейчас команда рассчитывает только на победу. Заезды на автодроме пройдут 24 августа. А днем ранее, 23 числа, участники команды будут сдавать бег на время и стрельбу стабильного оружия. 25 августа, в день закрытия чемпионата МВД России по автомобильному многоборью, на площади Ленина пройдет торжественная программа. В связи с этим все движение транспорта с 6 утра до 22.30 закроют на участке улицы Горького от пересечения с площадью Ленина. С 3 часов дня нельзя будет проехать по площади Ленина, улице Горького от Праволыбецкой улицы до Соборной, улице Краснорядской от улицы Горького до Маяковского, улице Кольцова и Соборной улицы. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.